Всем привет! Если вам интересна тема самодельных ЧПУ станков и вы хотите посмотреть процессы изготовления вот такого 3D панно, то вы попали именно сюда. Поехали! Для начала открываем арткам. Создаем новую модель. Размер модели будет составлять 350 на 240. Это связано с тем, что мы будем использовать вот такую вот разделочную букву и доску размером 240 на 350. И толщина данной доски будет составлять 1,2 сантиметра или 12 миллиметров. Так, задали размеры. Окей. Вот у нас появилась Заготовка. Нужно загрузить импорт 3D модели. Выбираем, где он у нас будет. Загружаем модель. Если смотреть в 3D виде, такая у нас модель. По умолчанию размеры стоят больше. Нам нужно размеры по нашей заготовке 240 на 350. Значит, задаем по Y. Давайте по X 240. 240 применить по центру. Вот у нас получается. Но у нас высота выше, чем наша заготовка толще. Естественно, надо здесь снизить. Открепляем связь по Z и делаем 12 миллиметров. Применяем. Выставляем по центру. Вот получается наш заготовка. Так. Делаем. Вставить. Вот модель загрузилась. Закрываем. Так, теперь вот посмотрим 2D растровый слой. Нажимаем. Вот наша заготовка. Чтобы нам обработать ее не всю доску, а вот именно в этом размере. Нам нужно сделать границу. Создать границу вокруг рельефа. То есть здесь вот можно ничего не трогать. Просто создаем границу. Закрываем. Вот у нас теперь получилась граница. Если снизить. Вот получилась наша граница. Так. Теперь идем в траектории. И будем создавать траекторию обработки. Я делаю сразу чистовой 3D траектории. Выбираем не рельеф целиком, а наш выбранный вектор. То есть обработка будет производиться в выбранном векторе. И выставляем внутренний вектор. Не наружный, а внутренний. Опции чистовой. Выбираем. У меня вот коническая. Диаметр 6. Радиус 0.5. Выбираем. Метод обработки. Стратегия обработки. Растер. Здесь все также оставляем. Безопасная. Высота. Сдаем 5. Вот. И задаем толщину материала. Ну вот видим 1.999. У нас 0 по заготовке вверху. ОК. И задаем имя. Ну давайте напишем. Чистовая. Чистовая. Вычисляем. Все. Данные у нас сделаны. Теперь нам нужно сделать траекторию обработки. Обрезку. Значит выбираем 2D обработки. Выбранный вектор. И естественно снаружи. Глубина начальная 0. Конечная глубина. Ну у нас толщина 12. Оставляем 12. Профильный инструмент выбираем. Ну у меня вот концевая 3.175. Выбирай. Я всегда выбираю наклонное вырезание. Плавное. Безопасный так же остается. Толщина материала так же остается. Имя. Обрезка. Вычислить. Ну то есть писаем. Видим что программа сделала вычисление. Давайте имитирует все траектории. Низкая. Ну здесь видно у нас как будет обрабатываться. Вот и был траектория обрезка. У нас получается наш 3D панам. Так. Удаляем имитацию. И идем сохранить траекторию. Ну здесь сохраняем траекторию. Выбираем куда нам нужно сохранить. И делаем сохранить. Ну а теперь переходим к изготовлению. Вот. С mainframe. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...